Доброе утро! И у нас реально раннее утро, половина седьмого утра. У нас будет веселая музыка нашего радио, потому что у нас сейчас будет начинаться завтрак, и сразу после завтрака начинается экскурсия в городе Кострома. Мы идем завтрак, и я, наверное, вас сегодня брать с собой на завтрак не буду, потому что, в принципе, там немножко ассортимент меняется шведского стола, ну, вы примерно понимаетесь. Там всегда есть блинчики, всегда есть сырники, там есть селедочка, картошечка, горячее, два вида каши. В общем, все очень хорошо. Но народу там много, снимать не очень удобно. Так, мы позавтракали, готовим наши ушки. Я готова! Итак, здравствуй, Кострома! Привет, Кострома! Люди выходят с нашего теплохода, здесь собираются по группам на экскурсии. Невозможно запутаться, потому что, как я вам говорила, изначально вы заполняете бланки, в первый же день вам дают бланки, которые надо заполнить и написать, на какие экскурсии вы пойдете. Ну, галочки поставить. Вы в первый же вечер сдаете эти бланки на стойку регистрации, и все. Дальше вы ни о чем вообще не думаете. Вам выдают вот эти ушки, которые я вам показывала. Такой наушник и вот такой ресивер. При выходе с теплохода вы сдаете обязательно свои ключи на стойку регистрации. И когда вы сдаете ключи, вам дают номерочек группы, которые вас распределили. Вот видите, сюда выходим, все написано, наша группа 9. Ведь не надо не путаться, ничего подходит, все вам настраивают этот ресивер, чтобы вы слышали именно этого экскурсовода. И все, пошли на экскурсию. Организовано все очень хорошо. Прям очень хорошо. Мне и в прошлый раз очень нравилась организация экскурсии, в этот раз тоже. Вообще, не потеряться, не заблудиться, ничего невозможно. Ну а если вдруг потеряетесь, как я вам уже говорила, у вас всегда есть с собой бейджик. На бейджике написан номер телефона директора круиза. Утро доброе. Не очень доброе у них утром. Масочка у тебя тоже не очень доброе или нормальное? Утро доброе у меня было. Утро доброе у меня было, все сонное. Говорят, это так жестоко, вставать так рано. Кострома была первым городом, которому Екатерина пожаловала герб. То есть только после Костромы у разных городов стали появляться свои гербы. Беседка имени Островского. Островский здесь свои произведения писал. Ну, не в беседке, естественно, а в Костроме. Поднимался наверх, оглядывал в просторы. И у него рождались в голове идеи его произведений. В жестоком романсе, в фильме. В каждом кадре мы увидим Кострому. Надо, кстати, пересмотреть фильм. Сейчас в Костроме около 270 тысяч человек, но в самом городе. Там 300 с небольшим, если еще пригороды брать. А в 17 веке он был четвертым городом по населению. Зайчики. Вот там, где ребята стоят, мальчишки, там маленький зайчик. Сейчас 10 зайчиков по Костроме в разных местах находятся. И говорят, скоро Деда Мазай поставят. А еще нам рассказали, что, оказывается, в Костроме была самая первая гимназия в России. И потом уже только в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге во вторую очередь. Зяясь. Зяясь. Ну, Дед Мазай ведь в натуре, а. Я же всегда говорю, что ты Дед Мазай и зяйцы. Пошли скорее, у нас группа уходит. Смотрите, скамья примирения. Так, кто там в ссоре? Срочно едете в Кострому и миритесь. Та-да-ра-да-тау. Пау. Какой вид отсюда красивый. Город Кострома был основан как город-крепость по пути в Москву. К Богоявленскому собору подходим. Сегодня в Костроме большой праздник. Вынос иконы на место ее явления. В 1773 году полночью сгорел город, который был построен в дереве. И после этого его уже отстраивали в камни. Это был купеческий город. Я знаю, что я говорю странные интонации, но я пытаюсь слушать то, что нам говорят. И сбиваюсь. Боже, какой вид. Какой вид на Волгу. О, еще зайчиков увидела. О, внизу. Старообрядческий храм, ну то есть ранее Волги. 64 метра колокольня. Красивая. Жалко, что забор был внесен на вид снизу. Был бы вообще восторг через траву. И дедушка Ленин показывает. Куда? На центр Костромы, наверное. Вы тут остаетесь? Тут остаетесь? Да нет, здесь у меня наверняка. Так, у нас отщепенцы. Ну, с отщепенцами. Владик не очень любит такие экскурсии. Поэтому они с Машей хотят опять, может быть, самокат взять, а может быть, самим обойти Кострому своими ножками. Они ходят быстро, они увезут бойцы. А к сластям, к музею сластей хотят подойти. Смотрите, это настоящий колокольный звон, между прочим. Почему я так говорю? Потому что во многих часовнях включают запись колокольного звона. А здесь вот я вижу звонаря. Сейчас пойдем посмотрим эту Федорскую знаменитую икону. Ее сейчас будут скоро выносить. А нам разрешили зайти посмотреть. Пойдемте посмотрим. Там, наверное, нельзя, конечно, снимать. Но я посмотрю и вам расскажу. Он под цветовой гаммой напоминает мне наш Никольский собор в Петербурге. Пойдемте. Ну что, мы попали на самый вынос иконы. Там так торжественно все. Служители церкви разного чина, видимо, потому что немножко различаются их рясы всех торжественным, голубым. Я, ребятки, не очень разбираюсь в иконах. Так что я вам не буду давать ложную информацию. Я знаю, что нас смотрит жительница Костромы. Она мне писала про большой-большой праздник, который в Костроме проходит каждый год. 29 августа вынос священной иконы на место ее явления. И видите, мы как раз сегодня такой попали. В честь этого такой колокольный звон. Торжественное мероприятие прямо в храме. Все очень торжественно. Прям очень. В ряд выстроились священники. Красивые какие у них наряды, да, Игорь? Голубой с белым, голубой с серебром, голубой с золотом. Прям небесный такой цвет. А сейчас начнется крестный ход. Вот. Вот. Как я и говорила, только что нам рассказали, что архитектор съездил в Санкт-Петербург. Забыла архитектор. Фамилию архитектора съездил в Санкт-Петербург, увидел наше храмо в стиле барокко и привез этот стиль в Кострому. Я говорю, что очень похоже. Такое интересное соседство, да, у колокольного звона и Ленина. Рядом с... Вот история на Руси какая. И на Руси, и в Санкт-Петербург. И в Санкт-Петербург. И в Санкт-Петербург. Там тоже звонится, я смотрю, оттуда тоже звук идет колокол с той стороны. И с этой. Половину Костромы сейчас будут в крестном ходе проходить до Запрудьевского храма. Запрудьевский или Запрудненский? Поправьте меня, не знаю. Сейчас все отцепят. Сейчас мы отсюда уходить будем, потому что бы им мешать. Начинается новая династия романов, в которой прошло 300 лет. Они уезжают из Западьевского монастыря в Костроме, в Москву. В общем, икона это действительно очень важная. Я такая интересная, рассказываю вам это все с видом на Ленина. Я сама не замечаю, почему я это делаю. Но это мне так удивительно. Ну как удивительно? Это не удивительно. Это еще раз напоминает о смене эпохи, о смене идеологии. Вообще, вот слушаю экскурсовода. Очень много в Костроме связано с домом Романовых. И вот здесь должен совсем другой был памятник стоять. Камни этого памятника закладывали Романовы. Памятник должен был выходить высоко в небо и показывать бесконечность царской романовской династии. Но не получилось. Сначала был постамент, предназначенный для памятника Романовской династии. Но потом революция. Сами знаете, что. Никаких Романовых. И стало необходимым ставить везде памятники Ленину в каждом городе. Ну и здесь подумали, ну что, у нас постамента есть, все, будет здесь памятник стоять. Он показывает дорогу на теплоход, кстати. Говорит, он гид. И наша девушка-экскурсовод говорит, пусть Ленин стоит и любуется, как восстанавливает все, что он разрушил. Это все восстановлено. Все соборы восстановлены, храмы восстановлены. А Кострому хотели переименовать в город Ленин на Волге или в Ильич. Ильич, представляете? Или Ленин на Волге сейчас бы город назывался. Документы были уже отправлены на согласование, но каким-то чудесным образом они затерялись. И переименование не произошло. Сжигание чучела Костромы. Наша Масленица, да? Это часть языческой культуры, которая перешла в наше время. И в честь сжигаемого вот этого чучела Костромы, которая символизирует переход зимы в весну, плодородный год, мольба о плодородном годе, в честь этого божества назван город Кострома. Сжигали Кострому. Все перекрыто. Видите, люди спрашивают, а тут что, так мало машин? Нет, сегодня все-все-все перекрыто в честь крестного хода. А здесь вот это место очень любят, как историческую площадку, снимать в фильмах. Более 50 фильмов сняты именно вот здесь. В общем, приезжали в Кострому купцы, сидели за рюмочкой чая, обсуждали свои дела. Нужны им там жены? Не, они нужны. Куда их надо отправить? В торговые ряды. А куда детей-то девать? Тоже не нужны. А вот здесь были пряничные ряды. Лавка купца. Ребят, все срочно пересматриваем «Жестокий романс». Я-то точно пересматриваю. Теперь буду знакомые места, наверное, узнавать в фильме. Раньше для меня это был просто видеоряд. Нравится мне, как нам экскурсию ведут. Рассказывают, что, знаете, как назывались купцы, которых выгнали из гильдии. Ну, проторговались они, выгнали их из гильдии. Разгильдяй. Я никогда даже не задумывалась о происхождении этого слова. Разгильдяй. Они в торговые ряды зашли. Церковь Спаса в рядах середины 18 века. А, здесь мед продает. Много-много меда. Один мед. Мы тут слушаем, как Островский искал прототип для своего Паратова. И был здесь купец. Очень такой, разгуляй, парень. Очень хорошо и ярко гулял. И частенько даже его жена не пускала домой. Потому что он в таком хорошем состоянии приходил, что он из Нижнего Новгорода приезжал сюда как купец. Вот я Игорю говорю, будешь себя плохо вести? Что придется делать? Что? Если будешь плохо себя вести? Знаешь, лешку придется строить? Ладно, ты не купец, ты барин. Выходим на главную площадь Костромы, Сусанинскую. Центр города. Пожарная каланча. Реально напоминает либо театр, либо маяк. Решили построить пожарную каланчу в центре города, потому что устали от городских пожаров. Когда я из Петербурга приехал, губернатор сказал, да, у нас-то такого нет. Это была высшая похвала. Вы кто? Вы кто? Вы откуда? Вы накатались? Да. Уже час просто. Сдаете? Да. Тут рядом ярмарка в торговых палатах. Внутри там всякие фрукты, овощи продают. Мы купили деревянную тарелочку в машине маме подарок. А в этих торговых палатах там еще много всяких очень мимимишных магазинов. Он там вот стоит. Сейчас вы в кусты пройдете. Пойдем. Наши группы туда уходят. Вы с нами или дальше едете? Мы пойдем прогуляемся по этим. Ну, возвращайтесь. Давайте, хорошо. Возвращайтесь здесь в 30. У нас дети личности свободолюбивые. Им сложно ходить медленно с группой. Они хотят сразу по максимуму все объехать, посмотреть. А? Кота? Нет, не видела. Смотрите, памятник котам и собакам, пострадавшим от автомобилей. И вот сюда можно денежку кинуть. Ну, вообще налички с собой нет. А подожди, может, по QR-коду можно? О! Надо QR-код сейчас скопировать и можно перевести денежки им. Да? Высвечивается что-нибудь? Да, наша группа убегает. Давай, баринка. К памятнику Ивана Сусанина вышли. Тут тоже всякие интересные лавки. Ивана Сусанина патриота земли русской. Смотрите, Кострома не только колыбели Романовых, а еще родина Снегурочки. Потому что почему? Потому что здесь жил Островский. Здесь я написала. А ты знал, что Соколов это из Костромы? Ювелирный бренд. Они вообще еще столица золота оказывается. Ого! конечно. Врет и не краснеет. Знал. Вот сейчас узнал. А вы знаете, что оказывается Сталин поручил найти сказочных героев государственным елкам? Я не знала. И вот здесь в Костроме нашли Снегурочку. Представляете, как? То есть от сказки Островского нашли этого сказочного героя. И вот теперь Снегурочку. Снегурочка становится официальным лицом Костромской области. Представляет регион Кострому. Представляете, в Костроме третья официальная Снегурочка, потому что предыдущие Снегурочки уходят на пенсию по возрасту, а Снегурочка должна быть молодая, нынешние 24 года. Она имеет официальную должность Снегурочку. У нее так и написано в трудовой книжке. Она представляет город вместе с губернатором, ездит на разные мероприятия. Ого! Чаинчик такой. Адрес интернет-магазина могу дать. Можно по почте или по знаку. Боже, какая прелесть. А это что, бронза? Это из берега. Подожди, 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 Какой прелестик. Чаинчик. Я уже подвинула тут. Сколько стоит чаинчик? А сколько он стоит? Ну, этот дужка шевелится 900 рублей. О, это колокольчик. Это все колокольчики. Покупаем. Обалденный. Ну, расходь здесь. Адрес интернет-магазина. Если что-то захотите, по сдеку или по почте. Хорошо, спасибо. Там суперинтересные изделия. Более изысканные, более дорогие. Смотрите, какой у нас бронзовый колокольчик. Чайник-колокольчик. Ну, а мы идем в сторону набережной. И впереди у нас музей сластей. Улица Молочная гора называется. Вот здесь, в этом здании, купцы сделки свои совершали. Вот в этом красном сделке. Молочные реки, кисельные берега. Слушайте, в прямом смысле слова. Оказывается, сюда с другого берега приезжали молочники, молочницы с молоком. И погода, когда стояла жаркая, молоко не продавалось. И они его прямо в бочках опускали для охлаждения в воду. Молочные берега, молочная гора. Все не просто так. А как твои родители хранили молоко? В колодце. В колодце. В бедонах колодца, да. На даче. Называется он Зимогор. Кто такие Зимогоры? Да, поднимаетесь и выбираете себе Зимогоров, которые здесь лежат. Этот, 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 все, платите им, цена у них здесь. Если вы одного Зимогора распутили, он написал табличку без дела не будет. А сказал, ой, нет, ты мне не подходишь, и дальше. Он вам возьмет этой табличкой по голове ступит. И будет прав, потому что он же написал, что без дела не будет. Он же спит, он же работает, он же не живет. Представляете, как было. И действительно они работали все это, зарабатывали очень много, могли заработать много денег, даже дом купить. Но большинство Зимогоров, конечно, ходили в кабачок, пробивали, проедали, потому что работа была, конечно, очень тяжелая. Зимогоры, по факту, это грузчики. Вот они лежали с табличкой без нужды не будить. Приезжали сюда баржи, будили этих Зимогоров, и они переносили товар. Старая пристань. После съемок фильма оставили как раритет эту пристань. То есть самой пристани здесь нет, там теперь ресторан. Здесь первая электростанция сейчас восстанавливаю. Здесь электричество появилось только благодаря приезду Николая Второго царя. Вот та самая ночлежка. На всякий случай, если жена домой не пустит. Тут опять дядька из люка. Это водоканал, здание водоканала. Игоря запечатлела. Пойдем, бери его с собой. Хватит ему работать. Пусть отдохнет. Вот такой был Костромской Кремль. Видите, вал сохранен и часть стены. Масонский глаз есть тут тоже. Всевидящее око. Да, только мы пришли, он сразу деточек видим тоже. Подгребают сюда нагулявшиеся свободолюбивые личности.